Вопросов у горожан собралось немало. Сократить их количество и призваны подобные встречи. Практически все активисты потребовали разъяснения так называемой формулы ОДН. Откуда берутся общедомовые начисления, попытался объяснить представитель с бытовой компании. В 354-м постановлении прописано, что наряду оплаты за индивидуальное потребление коммунальных услуг собственник помещения обязан оплачивать содержание общедомовых помещений. То есть это обязательство. Теперь по поводу тех начислений, которые происходят. Если существует общедомовой прибор учета, то начисление идет на основании показаний общедомового прибора учета. Если такого прибора учета нет, тогда начисление на общедомовые нагрузки рассчитывается на основании норматива. Освещение, тарифы. Представители ресурсоснабжающих предприятий пытались донести до жителей все тонкости работы коммунальщиков. А те, в свою очередь, попросили решения острейших и нерешенных проблем. Вопросы у нас острейшие. Вопросы – это сейчас у нас начинается зимний период. Цена на тепло жителей задают этот вопрос многолетний. Почему такая цена? Вновь избраны депутаты здесь же присутствуют. Мы будем разбираться все-таки, чтобы не росла цена как минимум. И навести порядок там, где, положим, нет горячего водоснабжения и тепла. Обсудили и проблемы частного сектора. Собственников домовладений в основном беспокоят вопросы канализования и обслуживания электрических сетей, которые зачастую оказываются бесхозными. То, что не вся сетевая структура принадлежит Кубаниэнерго для некоторых сущенцев, стало открытием. Тот или иной выезд бригады, или та иная работа, которую вам хочется, чтобы мы произвели, к чему она может привлечь впоследствии? Что за эту работу завтра может заплатить потребитель? Говоря проще, в сегодняшний тариф заложен ремонт только сетей, которые стоят на балансе Кубаниэнерго. Выезды на бесхозные участки наносят убыток предприятию. Следующий вопрос. Канализование, напомнили хозяева частных домов, напрямую связан с экологическим законодательством. Частный сектор отключают от водоснабжения в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Таким образом, в городе пресекается сброс фекальных вод на рельеф. Положительные результаты уже очевидны. Это очень хорошая встреча, потому что мы напрямую можем задать вопрос здесь руководителям всех коммунальных предприятий, поставщиков. В свою очередь, ответы мы несем в свои микрорайоны, проводим приемы с жителями встречи. Ответы на многие вопросы сочинцы получили встречаться в таком же составе активистам, пообещали регулярно. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.